Значит, в этом году исполняется 105 лет известному выходу сборника Вехи, который собрало 105 лет уже целых, где были собраны несколько авторов, достаточно популярных публицистов с легким философским уклоном, и которые издали тогда сборник, посвященный судьбам русской интеллигенции. Вот. Гершензон, значит, был его инициатором, ему принадлежат единственное, только ему две статьи, то есть предисловие «Собственная статья». Значит, этот сборник, половина, я так понимаю, нашей сегодняшней аудитории его не читала никогда, да? А вторая половина читала давно. Значит, об уровне этого сборника можно составить впечатление по тем простым фразам, что мне очень запомнилось, что, например, господин Изгоев говорит, что в качестве образца для интеллигентской молодежи предлагают детей и священников, потому что он говорит, что вся современная интеллигентская молодежь поголовно заряжена страшным грехом, анонизмом, в то время как очевидно, что дети и священника такому греху не подвластны, то есть они совершенно здоровы, не истощены и так далее, и так далее. Это мне особо запомнилось. После этого... Вот это анонизм исследовал. Да-да-да. И эти руки, и волосы на руках растут, да. Это вот такова ситуация. То есть весь сборник, он не особо лучший уровень, чем этот Перл Изгоева. Но, значит, смотрите, после этого, уже в 21-м году вышел сборник, который называется «Смена вех». И этот сборник, говорят, что по своим художественным и интеллектуальным достоинствам гораздо ниже первого сборника. В то время как первый сборник вот этой вехи вызвал мощную полемику, то есть это посвящен, главным образом, об интеллигенции, об отношении к русскому народу. И поскольку 105 лет прошло, очень интересно постараться подвести, что в отношении русского народа интеллигенция изменилась. И можно ли говорить об отношении русского народа и интеллигенции в той форме, в которой мы тогда это дело наблюдали в веховской, и сменой веховской литературы. Да, да, по смене веховцев говорят, что это, в общем-то, проект был инспирирован большевиками на тот момент, сделан для того, чтобы белогвардейское, то есть эмигрантское движение просто на просто расколоть направление на примирение части белой эмиграции с большевиками. Вот, такова истина. Значит, самое главное, о чем на тот момент говорили, это о вине интеллигенции перед русским народом. Та самая вина, в которую интеллигенция так напряженная и долго пыталась избавиться. Она состояла в том, что интеллигент чувствился виновным предпредставителем русского народа тем способом, что он такой образованный и умный, ему доступно что-то и что-то, а русский человек, мужик, живет, что называется, в невежестве и искорстве. С другой стороны, на тот момент у интеллигенции, особенно у народовольцев, существовал определенный уронный культ русского мужика и русского народа. Считалось, что он является носителем каких-то необыкновенных свойств, которые в нем скрыты и которые очень ценны. Но это не только у интеллигенции, но и у примера Графа Толстого. Да, безусловно, он был в том числе один из кумиров интеллигенции того времени, автостой. А проститься, пойти на... Да, что-то в этом духе. Очень чисто на это... Об этом же писал Горки, о ненужности в ряде философии в своем произведении. Точно так же он, правда, он этому удивлялся. Он виделся среди умных, красивых, ну, красивых внутренних, образованных людей, именно тех людей, которых, то есть вот этих народовольств, из которых и должен был возникнуть будущий новый человек. Но никого в случае не находил их ни в знакомых ему мещаных, ни в знакомых ему мужиках и всему прочему. Он считал, что это совершенно напрасно. И тем не менее, вот культа определенного рода мужика такого существовал, культ народа. В этом смысле есть и содержание настоящего народничества. Его надо было немножко образовать, его надо было лечить, ему надо было помогать. И интеллигенция смело шла в этот самый народ и... Ну, это достаточно не для этого, служить шла. И служить, да. Народ, все время народ служил для того, чтобы эта интеллигенция могла получить блага. А теперь они пошли обернуть долг, да, а они пошли служить. Да. И по крайней мере, и это чувство вины интеллигенции перед русским народом, оно было главным, всеобъемлющим. Об интеллигенции того времени можно было выговорить как неком монашеском ордене, который посвящал себе некой идее служения. Понимали они по-разному некоторые лечения и образования, а другие понимали, как его действия направлены на прямое свержение вот этой самой омирительной власти. Это касается народовольцев. Мне кажется, во второе уже, когда народ их отверг, когда народ пошел издавать по участке полицейских... Когда-то пошел, когда-то не пошел. Мы же говорим уже о 909 году, то есть уже об итогах вот этого народнического движения. Мне кажется, на самом деле, народовольцы поняли, что надо не в народ идти, потому что он так и останется непросвещенным, неграмотным, темным, а надо просто самому взять в себе в руки правосудия и решить как бы судьбу народа своими руками. Не знаю, кем... Я в народ ходил еще один год. Ну и сразу... Я в фиаско, как это было фиаско, конечно. Ну почему? Ну чувство вины вот этого перед русским народом, оно осталось и оно существовало. И после собственного народнического движения. Но они хотели, на самом деле, теперь попадать вот это вот блага, наблюдиться. То есть они хотели и решили, что во всем виновата власть, потому что она как бы удерживает народ в таком как-то иношескосном состоянии. И надо ее сменить, и тогда народ как бы поймет... Я хочу заметить очень важную вещь, что интеллигенции с того времени, за сто лет, удалось от чувства вины перед русским народом полностью избавиться. А было ли это чувство? Было, конечно. В чем выражали? Ну как чувство вины выражается в чувство вины? Я думаю, что нет. Пожалуйста, как они в самом деле? Нет, в вехах это пафос, вех был в чем? В преодолении этого чувства вины. Я думаю, что... Да, пафос, вех, вех... Я думаю, что интеллигенция... Это была поставлена такая задача. Преодоление чувства вины. В сомменте она решена. Нет, я считаю, что нет, на самом деле. Я считаю, что до сих пор существует чувство вины. А я не вижу, вы даже близко чувствуются в современной интеллигенции, чувство вины перед собственным народом. Уж чего-чего, а уж вины-то вообще не просматривается. Наоборот, народ обвиняет в том, что он обвиняет. Конечно, конечно, потому что он ее плохо кормил, да. Плохо кормил, потому что он не таков, как Ков, потому что он не идет на берега, не свергает власть, потому что он не благополучный европеец, что он не чех и не немец. В этом его вина. И то, что наша социальная среда очень сильно... Что народ быдло, типа? Да, что она очень сильно. Вы посмотрите, как во многих фильмах... Он голосует за неправильный контент. Да, вы посмотрите, как тот же Михалков, в общем-то, показывает в своих фильмах народ. Он не всегда с мощным налетом болотной психологии, болотными его ужинками. Он другого не знает. И она сейчас вот это... Но его можно обвинить, он по большому счету жил в золотой клетке, имея отца, автора гимнов трех гимнов СССР и России последовательно, и имея брата, которому приспокойно была открыта возможность карьеры на Западе. Его можно в этом обвинять. Но сейчас ситуация, она опять такова, что нисколько, никакой российский интеллигент ни в какой народ идти не собирается. Народа он не знает и не понимает. И не собирается не знать и не понимать. К нему настоящий момент обращен только взгляд по поводу того, что вот этот самый российский народ не такой, как, скажем, просвещенные немцы или просвещенные Шмидре. В связи с этим я хотел бы тебе напомнить, что ты называл интеллигентом. Да. Интеллигентом ты называл человеком, который сострадает другому человеку, который совестливый, у которого есть совесть. То есть твоя интеллигенция, которая как-то представила, что она... И наплевать на народ, это уже не интеллигент. Это смотря в каком видео, потому что есть видео, где я интеллигент всю как называл как говном нации. Я понимаю, но просто... Я бы просто согласился с тем, что все-таки интеллигент это совесть твой человек. А есть ли вообще не интеллигент? Тот, который сострадает ближнему. В чем тут смысл? Смысл состоит в том, что, возможно, то, кого ты сейчас называешь интеллигентами, то есть там Михалкова и прочего, они просто не интеллигенты. Ну, про Михалкова, да. Это, конечно, конечно... И не же с ними. Они не интеллигенты. Нет, у меня здесь очень важен, только в нем был пример следующий. Был важен пример, что как пытаются изображать так называемый народ всегда с блатными нотками. А потому что они сами блатники. Нет, а если посмотреть... Потому что они сами блатники. Советские фильмы от периода Сталина, там же что крестьяне, что пролетали, это такие предлаковатые типчики с тревухом надетым на бикрине. Ну, и... Вы помните, и профессора там были примерно такие же. Сидит, потом у него домработница оказывается, и она его... Добренький старичок. Да, добренький старичок с тросточкой пенсне. Она... Шутки какие-то дебильные. Добработница о нем, и добработница ему марксистскую истину коммунистическую открывает. И тот понимает. Тот понимает, прозревает, и... Но, тем не менее, все равно... Народ учит. Да, домработница тоже предлаковатая. Да, но там непредлаковатых-то и не было по большинству. Не, на самом деле, вы вспомните... Не, был, почему этот... Паспух был. Есть какой-то фильм, где таксист становится оперным певцом. И там рассказывают про то, как он... Ну, это как изображают, это же не так интересно. Нет, дело не в этом. Дело в том, что в советское время была такая... Все-таки они продолжали линию интеллигентов, что вся сила народа, она не в верхах, не в каких-то там отдельных грамотных людях. Она где-то в народе заключена. И народ вот этих талантов своим как бы выводит сам, как бы рождает их постоянно, что он генерирует, только народ. По факту, так оно и было. В Советском Союзе видимо такое представление было. Ну, так и было, по факту. Народные таланты, да? То есть социальный лифт работал очень хорошо в последствии в следующем времени. И вот были в советское время эксперименты поставлены, это мне рассказывал приятель, он на Мехмате учился, ну, соответственно, эта байка тоже с Мехмата идет, МГУ. Пытались культивировать, разводить, то есть, совершенных человеков. в советское время. Не удалось? Вот эти вот, Арзамас, 16, да, вообще эти, наукограды, да, туда комсомольскими лидерами красавиц направляли, но для того, чтобы самым худным, самыми красивыми. Сучку. Евгения такая, да? Да, сделала. И ничего не вышло, из их детей гениев не вышло. Ну, понятно. То есть, ну, по факту, примитивный способ гениев получить. По факту, это действительно только народ рождает их. Не, не, какая-то часть... А знаешь, Игорь, кстати, я извиняюсь... То есть, получился страшный дуа, грубо говоря, да? Извиняюсь, я дуа, Бернарду Шоу, какая-то дура написала, я красиво и умные, наши дети будут и красивые, и умные. Ну, от вас они возьмут ум, а от меня красоту. А Бернарду Шоу написал, что в ответ, а что если будет наоборот? Ну, это немножко не о том, да. Игорь, я просто хотел подвумения немножко... Смотрите, в Советском Союзе все-таки народ, как бы, дали народу возможность развиться. И, может быть, как бы, в Советское время позволило интеллигенции расслабиться, что у тебя не так теперь был народ забитый, и ты не так... Была ли интеллигенция в Советском Союзе, кстати? Ну, интеллигенция была, правда, она была... Ну, она другая. Она стала другая. Типическая. Другая. И интеллигенция искренне полагала, что, на мой взгляд, в 70-м сеансе народу, то есть власть, ей много чего не додает. И перестройку делала в возрастном смысле интеллигенция. И они считали, что они и то уж от всех этих перестройки. Жить будет гораздо лучше. Произошло прямо наоборот. Другое что. И эту интеллигенцию фактически прикончили. Поэтому... Интеллигенция, грубо говоря, интеллигентская царская Россия была направлена в сторону народа. Да. Интеллигентская от Советского Союза была направлена в сторону власти. Неприятие, да. Да. Ну, я имею в виду, что... Ну, никакого ощущения вины у нее не было. Она не чувствовала себя виноватым. Она чувствовала себя жертвой. Она чувствовала, что ей власть, в том числе и народ, чего-то там сильно не додает. Ну, должны, наоборот. Да, должны очень. Ну, как пример любимых недавно умерших. Это же тип. Это же именно такого человека. Почему о нем не знаю? То есть, с точки зрения интеллигенции народ должен был слушаться их и расти, а с точки зрения власти, так сказать, власть должна была слушаться интеллигенцией и тоже, так сказать... Игорь, а не отсюда ведет эта тема элиты? Как бы оправдание того, что вот они вот как бы... Я думаю, что не отсюда. Находятся в более привилегированном положении не просто так. Они заслуженно, они элита. Они как бы сторону ведут... Ну, это было. Было немножко. Было, было. Нет, ну что было? Ну, если послушать Михалкова, ну, это просто там... Такое впечатление, что это высший представитель человеческой расы. Да, он один из идеологов концепции элиты, да, что ты сделаешь. Действительно так. Он полагал... Ну, ты правильно заметил, что интеллигенция имеет мало какого отношения. Здесь сумение видеть в другом человеке другого имя, именно как человека от чего-то или еще от некой субстантности вот такой интеллигентности, я думаю, что она этой концепции совершенно не противоречит. Вот этого самого конкретного другого они готовы увидеть как возможного другого. Вполне возможного как вполне возможного другого увидеть. Но с другой стороны, вот эта ситуация, поставленная вехами, она полностью воплощена. никакой вины ни перед каким народом российская интеллигенция не чувствует. Она чувствует более того, себя, может быть, обделенной по-прежнему, она его не видит и не чувствует, он им чрезвычайным образом не нравится. И я уже еще раз повторяю, они хотели бы на сегодняшний день на месте вот этого российского представителя народа иметь бы какого-нибудь чеха или шведа. Ну, потому что ты говоришь не об интеллигенции, еще раз говорить, они называют народ ватниками. Так вот, те, кто называет народ ватниками, они не интеллигенты. Презрительное отношение к народу все-таки говорит, народ и ватники это не одно и то же. Народ и ватник. Они называют народ ватниками? Не обязательно. Народ и ватник это совершенно определенная социальная страта. Ты сам говоришь, что они не чувствуют вины перед народом, потому что на самом деле его презирают. Презирает его выбор, презирает, что они как бы... Ну какой он выбор? Чего презирать-то особенно? Ну да, презирают. Ну что, Крым наш, сколько было? Да, ну презирают. Но практически любые действия его выглядят они отвратительными. Практически. Потому что не верится, что они могут сделать что-то особенное. Это же издевательство, если она говорит, что она хочет есть какие-то там особые деликатесы. А вот из-за каких-то санкций она их есть не будет. Ей как бы вообще нам все наплевать, но она бы хотела вот этот деликатес. Это издевательство. Но хочется опять... Заметить, что в этом смысле программа ВЕХ выполнена. Дело не варитет, просто они не интеллигенция. Программа ВЕХ как выполнена? Просто интеллигенция исчезла. Перебили. Перебили, да. Перебили. Он сам же жил по лжи. Сам-то он во лжи весь. Сверху Дониду весь оболгался. Почему? Ну и сейчас просто не место об этом обсуждать. Можно там найти. В том числе был стукач, где там на шарашке. Он сам причернеет, он сам рассказывает в архипелаге, ГУЛАГе. Можно увидеть. Считать между сроками, это понятно. Почему там все представлены, там они кончили плохо, а он там вполне хорошо себе жил. Он вообще никак не пострадал. Но неважно. Кто у нас был последним интеллигентом таких из этих… Сахаров был интеллигентом по-двоему? Да, конечно. Второе. Он воевал с ветряными мельницами? Да что? Да нет, не с ветряными, он вообще пострадал. Совершенно, и даже не мельницами. У нас штатным интеллигентом был назначен Лихачёв. Да, это у нас был штатным интеллигентом. То есть у него был профессия. Но это был последний, да? Профессии…Да не было последним. Но она сейчас существует. После Лихачёва больше интеллигентов не стало. Да вот не знаю. Почему-то интеллигенция перековалась к дельцу. Перековалась, это правильно. Потому что быть интеллигентом стало стыдно с какого-то момента. Нет, не то, что это стыдно стало, но перековалась. То есть, что интеллигенты и добывание денег это какие-то вещи разные. Интеллигент? Да нет, нет, ничего. Но это не тот, кто умеет добывать денег. Сергей Юрский, опять возвращаюсь к бессмертному образу Остапа Бендера. Он говорит, что Остап Бендер это такой странный персонаж, интеллигент, который может постоять за самого себя. Что это невозможно. Это невозможно, что интеллигент никогда не может постоять за самого себя. Он говорит, что невзор считает, можешь считать его интеллигента? Он отрицает. Нельзя, да, нельзя. Вопрос, откуда берется интеллигенция? Мы говорили, что это отходы нашего процесса образования. Рассмотрим дореволюционную интеллигенцию. Откуда она бралась? Это разночленцы, получившие некоторые начальные образования, но не принадлежащие господству учебного. Мне кажется, это твоя черта, что люди, которые обладают определенным материальным достатком? Не обладали они. Не обладали. То есть у интеллигенции не было? Ну, в массе своей. То есть были представители, которые обладали материальным достатком, но в массе своей никаким достатком они не обладали. Все те ужасы, которые описывают горки, общаясь вот этой разноченной интеллигенции в кругу, они были совершенно правдой. То есть получается, что материального обеспечения у них не было, а знания были. Да, определенные были. То есть таким образом интеллигенция в данном случае получается противоречие, то есть наличие знаний и ума, и отсутствие возможности существовать в том историческом периоде. Наверное было, но вот они оказывались между тем и тем, между вот этими двумя... То есть народ они не могли пойти, потому что у них было образование и ум, а выше они не могли подняться, потому что у них не было денег. Не знаю, но... Игорь, на самом деле я бы сказал, что до революции была одна интеллигенция, после революции была есть и вообще ее называть интеллигенцией. Долгая вообще стоит. Да. Ну конечно. Она вообще есть. Причем как бы называть их всех одним словом, мне кажется, некорректно. Потому что вот когда Софья Перовская, дочь генерала, жертвует собой ради каких-то идей, это все-таки одна позиция. Или другие какие-то персонажи там есть, которые там бомбы бросают и не убегают, да? Да. То есть совершают террористический акт, прекрасно понимают, чего это для них это грозит и прочее. Это одна интеллигенция. Та интеллигенция, которая делала революцию, которая потом на самом деле воспользовалась положением, там жила в Кремле, там в Шир, ну там я имею в виду все эти там наши великие революционеры, в кавычках, да? И та интеллигенция, которая жила под властью, как бы и обслуживала ее интересы, как бы это все разное. И современная, как бы якобы, в кавычках, интеллигенция. Смотрите, здесь еще какой факт очень важный, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Это смена ее этнического состава в массе своей. Потому что вот это, у Мандельштама же написала, что такое ощущение, что вся русская интеллигенция куда-то пропала и растворилась, ее место заняли евреи. И отчасти эта позиция, она совершенно верна. И здесь евреи прибыли. Путем уничтожения до определенного момента, она действительно, интеллигенция в АТА, российская, она в значительной части меры была уничтожена. И действительно, евреи, для которых открылись места в университет, и они обычно были как-то образованы. Плюс советская власть любила продвигать национальные меньшинства по своим каким-то вещам. Они действительно эту часть и позиции вот этих интеллигенций, то есть, по крайней мере, их профессии, их место, они заместили, да. И поэтому очень важно понимать этот мощный компонент интеллигенции, который имеет элементы еврейской крови. Безусловно, Ходорковский интеллигент. Безусловно, Фридман интеллигент. Ну, можно ли говорить, что Ходорковский или Фридман, или вся Альфа-группа, которая жестко выстроена по этническому принципу, большому счету. Хотя, наверное, все говорят на русском языке. Ирисовский интеллигент? Да, да, да. Только интеллигент в каком-то другом смысле. Да, в другом смысле. Я говорю, что характерно, они все галадранцы в итоге-то. Не, они, главное, массу, галадранцы. Это текущее употребление, а если активы с пассивами сравнить ту же Альфа-группу, у них одни убытки. Я бы сказал, что на самом деле они как бы нечестные, да? Нечестные. Просто нечестные. Мягко говоря, нечестные. Интеллигент не мог быть нечестным. Но, тем не менее, то, что они сейчас являются интеллигенцией, она относит такие вот ярко выраженные. Она занимает позицию ту, которую раньше занимались. Ну, а вот она относит вот такие. Она называет, в принципе, теперь элиты. И это очень интересно, потому что народ, появилась странная ситуация. Раньше для различной интеллигенции было очень интересно, что она принадлежала, по крайней мере, к одной нации. Вот Петровская, постпетровская дворянская элита говорила на другом языке и принадлежала к другой нации, чем русские, да? То, если ситуация после реформ Александровских реформ, всех трех, она стала принадлежать вообще к одной и той же нации, она из себя ощущали русские, безусловно. Ни в какой из себя. Мне кажется, как тема мутанаций, это лишнее, по-моему. Нет, смотри, она принадлежала. То сегодняшний момент, сегодняшний момент, так получилось, что то, что называется сейчас интеллигенцией, она себя, хотя и называют русскими, но отчасти к народу, который сталкивается, среди которого живет, она отчасти относится к другому народу. Я бы, знаешь, еще сказал, в чем, наверное, с тобой согласился, хотя здесь считаю, что вот разговоры о нации это лишнее, что вот есть место святое, да, интеллигенции. Оно, интеллигенция настоящая была истреблена. Это место святое осталось. И теперь вместо святое пытается, как бы, претендует какие-то там, попасть и претендует в какие-то группы, там, интеллигиты называли себя. Почему претендуют? Вполне его замещают. Нет, они, может быть, и замещают. По факту они не являются святое. Еще есть какой, вот это, в связи с этим, с такими национальными особенностями российских. Креативный класс. Да, российской интеллигенции есть такие особенности. Знаете, вот этот известный анекдот по поводу того, что собака смотрит на своего хозяина, который кормит, поет, собака думает. Наверное, он бог. Кошка смотрит на своего господина, он ее кормит, моет, ходит. О, наверное, это я бог. Это, вот это вот на последней конференции у Переслегинах, это тоже сталкивалось. Есть два отношения мессии к миру. Одни говорят, что мы мессии, мы избранный народ, или мы избранная цивилизация, поэтому мы всем должны, мы должны всех осчастливить. А другие говорят, мы избранный народ, мы избранная цивилизация, поэтому все нам должны. Поэтому принципиальная вот эта ситуация той интеллигенции, которая тогда существовала в 19-го, начале 20-го века, это то, что она себя считала обязанным вот этому самому народу, среди которого живет. Сейчас интеллигенция прямо противоположна ее отношению к этой, как кошке хозяину. Она считает, что она ему должен. Ну элит. Это не женственность вообще, да? Нет, это не женственность, это связано с христианством. Ну вот давай подумаем, женственность это или не женственность. Это женственность? Да. Я считаю, что это связано с христианством. Ну как бы помните Достоевский, что я говорю, что каждый человек за всех и все в мире там ответственность. Нет, это как раз женственность. Это не женственность. Это позиция сегодняшней интеллигенции? Она женственная, да. За ней должны ухаживать, типа, да? Да, 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 да. Что мы избраны, что я такая красивая, что мы все должны, да. Что я такая красивая, что мы все должны. Это как раз с годы советской власти, когда власть завела, а ухаживала за интеллигенцией там? Вот это ребята, которые тогда на конференции собрались, они это дело вывозят из различного рода ментальности, из ментальности хлебороба и ментальности пастуха, понятно, да, кочевника. Понятно, что у хлебороба я всем как бы должен, а у пастуха, то есть кочевника, скотовода, мне все должны, если есть избранный народ. Но это тоже натянутая. Ну это, наверное, натянутая, да. Но, тем не менее, вот такая позиция есть. Мы же все время пляшем вокруг одной и той же точки. Мы пляшем, а то и откуда вот это пронесло. То ли советская власть... Ну и советская власть что делала для интеллигенции? Она делала все. Дачи, машины... Ну и тем не менее недостаточно. Как недостаточно? Все равно интеллигенции... Ты же говоришь не о той вещи. Кто-то рассказывал как кого-то. У него было столько денег, что ему было не потратить их. Так ты это про определенного людей. А среднего интеллигента я инженер за 120 рублей и больше не получу. Он чувствовал себя, что что-то здесь не так. Он вот работал на Кировском заводе. Но, тем не менее, он был уважаемый человек. Он был... И не очень-то и был уважаемый. Он был уже неуважаемый на тот момент. И учитель был в ПТУ или в учителе в школе уже был неуважаемым человеком. Совершенно. И тоже было ощущение, что... Вы вспомните эту... О гегемонии. Кировский завод, этот... Пролетарий. Очень часто нетрезвый. Зарплата 500-600 рублей. Социально обеспеченный. Ему давалась квартира за бесплатное. И рядом тусовался вот этот самый инженеришка. Который эту самую квартиру зубами и руками выгрызал в платном кооперативе за 6 тысяч. То есть продвигали и действовал как говно у нас и был, так и продолжать... Да, да, да. Это была принципиальная, принципиальная вещь установки. Это было... Идеологически это было точно. Потому что это же было уже ужасно. Когда русская интеллигенция начала охотиться на царя всех его пробеженных. Царя убили? Убили. Премьер-министра убили? И убили. Министра внутренних убили? Убили. И ни одного. И террор был массовый. Это было чрезвычайно опасно. И новые рожденные интеллигенции начали в этот самый образ внедрять такой очень специфический. Притом это не наша, это позиция. Есть гениальный американский многосерийный фильм. Он же сериал называется «Во все тяжкие». Там вот главный герой вот такой себе интеллигент. У него крохотная американская зарплата в 4 тысячи долларов в месяц. Ему ее не хватает, поскольку у него сын больной. У него серебряный паралич, по-моему, да. Должен родиться ребенок, и жена не работает и пишет фантастику дома. Он подрабатывает на мойке. То, что моют машины. И школьные студенты видят его за этим занятием и над ним издеваются. И так далее. И он не знает про себя то, во что потом превращается. Вот этого монстра, вот этого чудовища, победившего всех и вся этого сакрального, легендарного Хейзенберга. Хейзенберг, он взял себе такой псевдоним. Варщика, известного наркотиков. Вот, тоже такая ситуация. Амфетаминчик? Амфетаминчик, да. Метанфетамин он варил, да. Голубой. И откуда у тебя такой пиетет с каким-то там, ну не знаю, с бульварным фильмом каким-то, с странными персонажами? Не знаю, у меня никакого, я считаю, что это лучший сериал американский. Ну ладно, просто какое он имеет отношение к делу, к интеллигенции? Нет, я хочу сказать, к интеллигенции он имеет прямое отношение. Потому что способ был... Интеллигенция это чисто российская черта, нету больше нигде интеллигенции. Там может быть есть интеллектуалы, может быть есть там как бы... Ну хрен его знает. Я вот посмотрел вот этот фильм и меня что-то засомневался, что это чисто российская традиция. Даже слово, даже слово есть только у нас. На Гейзенберга этого, и посмотрел на его жену в следующем исполнении. Там есть люди и устроенные труда есть. Нет, нет, нет. Вот, вот, вот. Мне кажется, что самая главная в интеллигенции все-таки, вот это совестливость. Понятно, что это какая-то такая специфическая совестливость. Вопрос. Те интеллигенты, которые уехали на Запад во время Советского Союза, это интеллигенты? И остались ли они интеллигентами, когда уехали туда? Тут лучше не нам относить кого-то к типу интеллигент, а прислушаться к самим, к самоназванию. Кто себя интеллигентами называет? Ну, так точнее будет. Советский Союз выдавил из себя кого? Кто уехал из Союза, называет себя интеллигентами, а являются ли они действительно интеллигентами? Ну, если называют себя так-то, да? Ну, вот не совсем так, потому что, например, у нас вот, как этого парня-то зовут, который ректор гуманитарного университета профсоюзов, Записоцкий. Он основал общество петербургских интеллигентов столовой председателем. Любой нормальный интеллигент, по-настоящему, никогда не основает общество, и в подобное общество он не вступит. Ну, как бы, в самом начале девяностых были дворянские собрания. Но дворянские собрания – это одно. А собрание интеллигенции, вот такое, петербургская вещь, что мы интеллигенты – это не интеллигенты, а ученые председатели, то такого быть не может. Дворянское собрание сколько угодно. Да, это ничему не противоречит. У нас всегда было собрание, они всегда ощущали себя неким. Интеллигенты, кстати, никогда, по-моему, себя не ощущали, как бы это сказать, отдельной кастой или что-то. Им таковыми они себя и ощущали. Ну, мне кажется, как раз… Орден орденом, орденом именно кастой орденом. А мне вот кажется, что… Монашеский орден про них говорили, да. Смотрите, все-таки интеллигенция всегда связана с какими-то фигурами, которые олицетворяют совесть, так сказать, нации. Например, Лев Колстой там, да, там… Лихачок, может быть, там, не знаю… А Паша была интеллигентом? Да, конечно. Пастернак? Да. Понимаешь? Есть ли у нас такие фигуры? И вообще говоря… Наверное, нет. Скорее всего, да. Да. Да? Да. Таких-то фигур нет сейчас? Которые бы, можно было бы ассоциироваться с некой совестью нации. Такие-то… Ходорковский. Да, Ходорковский, да. На ушка, конечно. А чего? Ну… Не читал про эти розовые сопли, которые по поводу казнокрада и серийного убийцы наши интеллигенции опускал? Почти к ней совесть нации, узник совести, серийного убийца между… Навальный… А помните, кстати, диссидент это? Помните, как бы… Диссидент, позиция диссидента ведь какая? Где диссидент, да. Есть интеллигент, есть диссидент. Разница есть? Они, Игорь, правильно говорит, что направили свои, как бы, претензии власти. То есть, им как бы, как будто бы власть чего-то была должна. Должна, да. Какие-то специфические свободы, блага, какие-то еще что-то такое. То есть, они не для себя просили этих благ и свобод, а для всего народа. Нет, заметьте, когда эти блага были даны, эти диссиденты почувствовали себя обделенными, как будто бы их надумали. Нет, минуточку. Потому что вся суть их была в позе. Нет, идеология… Именно интеллигентность. Нет, идеология их вот была вот именно вот такова, что раньше, теперь вот эта советская власть плохая, идея коллективизма плохая, что сейчас каждый хапнет, сколько до него руки дотянутся, и в этом конфликте противоположных интересов мы построим новое светлое каприлистическое общество. А хапнул тот другой. И они хапнут, потому что Ходоковский хапнул. Ну что, Березовский хапнул, хапнул. Когда ты рассматриваешь… Что? Провинциальная интеллигенция ничего не хапнула. Ты рассматриваешь период уже 90-х годов. А до 90-х в советское время… Нет, я хочу… У нас не было поэтому интеллигенции, может быть, потому что в некотором смысле интеллигенция существовала для того, чтобы каким-то образом либо влиять на власть для народа, либо каким-то образом народ поднимали, поскольку в Советском Союзе все-таки отношение к народу со стороны власти было какое-никакое, но положительное, то есть всеобщее образование и так далее. Да. То и как таковой интеллигенции не было необходимости существования в советское время. То есть она была-то интеллигенцией года, в 60-х годах, то есть там после Великой Отечественной войны, когда еще не устаканилось, как только Советский Союз стал более-менее развитым, и народ стал более-менее нормально жить, интеллигенция перестала быть нужна, и все. И из-за этого она уехала, потому что здесь она была не нужна. Я не знаю, продолжаясь по поводу хапка, да, конечно, досталось это единицам, но другое дело, что вся остальная об этом мечтала. Ну вот мечтала она вот что-то вот такое сделать. Просто не у всех получилось. Да. Ну она мечтала, то есть не было. Ну в советское время тут тоже разное было. Не советское, а постсоветское время. На эксплуатном заводе в Твери там было, в здании столовой два зала было, на первом этаже и на втором. А предыстория там такова, почему их два. Где-то до начала семидесятых внизу была столовая для ИТР, а наверху для рабочих. И никак это все не пересекалось. Вот именно так было. Сами? Да, в Советском Союзе очень часто было. Нет, не сами. Отдельно. Причем еда в ИТРовской столовой была намного лучше, чем в Выбор. Намного лучше, чем в рабочей. А потом уже, когда я был на практике, у меня был наставник с высшим образованием, инженер. Он перешел оператором станков с ЧПУ. Он получал 450 рублей. Он говорит, нафиг мне надо быть инженером, я лучше здесь зарабатывать. Ну и там у нас это был 88-й год. Тогда проблема с квартирами была решена, по крайней мере на экстрактном заводе. Ну и на всех производствах. Полностью. То есть надо было жениться, год проработать. Давали квартиру. Ну это только на заводе давали? Да, это было только на заводе. Если человек работал в поликлинике? Не, ну каждый мог... В поликлинике или... Врач-терапевт мог прийти в завод, научиться... Но это он никогда не шел. Да. И поэтому жил непонятно как. Да. Такое было. Действительно был феномен этого промышленного треугольника. Москва, Петербург, Брянск. Который всасывал у себя вообще кадры со всей страны. Людям тут же давали квартиру. Если ты приходил инженером из Сибири... Ну я помню, он мне говорил... В Сибири, то тут же давали начальника цеха... Да, придешь из армии, придешь из армии и женишься, и через год у тебя будет квартира. Вот так вот, говорили. А мне так этого не хотелось. Жениться? Прийти из армии. Поехали. Нет. И в Созавод, мне не хотелось и жениться, и квартиры не хотелось. Ну я помню, там 6 ноября как раз, в 88-м году. Там такой гудеж был в этом цеху. Там спали в стружке. Прям проработали до 11-ти, по-моему, первую смену я тогда работал. До 11-ти. Да, потом на ТР все разбежались, мастера, бригадиры, начальники цеха, ну чтобы не потерять авторитет. То есть, ну бессмысленно, неуправляемой толпой, это как-то приводить в чувство. Поэтому они просто уходили из цеха. Вот. И там такой бедлан был. Я хотел сразу и жениться, и квартиру иметь. Кстати, насчет этого, между прочим, смотрите, как получилось за диссидентами. С того момента, как диссиденты добились своего, там какие-то демократические свободы появились, они посчитали себе ненужную. И даже я где-то считал, там какой-то диссидент делился, что как-то вдруг почувствовал, что все, как бы жизнь опустела. По-моему, Зиновьев что ли об этом пишет там, да. Также получилась возможность интеллигенции. То есть пока она была, когда чувствовала, что у нее есть вина перед народом, пока народ был забит, а скотине там и прочее, она как бы чувствовала свою нужность. А когда как бы получилось так, что случилась революция и вроде как формально народ все получил, чего добивался, да, народовластия, там, власть советом и прочее, интеллигенция почувствовала свою, опять же, ненужность как вот диссидентами. Что теперь им делать? Кому служить? Для чего? Все. Возможно, тут вот есть какая-то такая вот параллель, понимаешь, что интеллигенты на самом деле обусловлены своей позицией по отношению к народу. То есть интеллигент, как совестный человек, пока он чувствует вину по отношению к народу, он остается интеллигентом. Как только исчезает вот этот сам народ, да, которого он перестает быть интеллигентом, становится чем-то другим. креативным классом, там, не важно, как ты называешь. Да, хотел по поводу этого самого-то. Интеллигенция же в Советском Союзе, как правило, была в искусстве. Когда не было интеллигенции, я наставил, что все-таки интеллигенция больше. Революция положила конец интеллигенции. Я к тому, что туда применила свою активность. Интеллигенция – это вот стихи, наука или еще что-то. Это вот способ, каким она пыталась влиять на… или это ее вынудили… То есть она просто не видела другого применения, грубо говоря, не знаю, почему появилась Ахматова, почему появился Пастерна. Они писали стихи, потому что… потому что их… они через стихи пытались влиять или потому что у них другого приложения не было, они ушли в стихи, потому что… потому что они не видели себя в другом. Ну, нет, ну что, с чем еще могла Ахматова заниматься? Ну, блин. Ну, а кто Ахматова? Он вообще все работал. Да нет, зачем сейчас разбирать какие-то персоналии? Ахматова нет. Ахматова – номенклатурная девочка была всю жизнь. У нас же интеллигенция, так сказать, у нас же интеллигенции как таковой не было в том смысле, что… ну, инженер даже тот же самый, он был не интеллигентным. Нет, а что тогда было? Он был просто человеком, который обладал образованием. А интеллигенция – это очень специфические люди. Но самоназвание было? Нет, самоназвание было. Нет, самоназвание. Послойка была, наверное. Смотрите, себя называли, я говорил, я интеллигент. Нет, назвать-то себя сложно, потому что мы понимаем, что это… Нет, тогда нам надо как-то их тоже назвать. Да, переродилась она, потому что та интеллигенция до России, до революционной, она жила все-таки служением народу. Люди хотели послужить. Да, там, а интеллигенция, которая послереволюционная. Ну, может быть, как бы, можно сказать, что вначале она тоже думала, что как-то может послужить на благо государства. Но тут есть какой-то шкурный, появился какой-то штамп интерес. Шкурный. Потому что народ, как бы, это… Они избавились, действительно, я говорю, вы действительно правы, что она избавилась от вины в отношении народа, и как бы, фактически перестала чувствовать себя какую-то нужен… Обязан… Перестала чувствовать быть себя обязанным… Понимаете, она перестала… Перестав чувствовать вот это вот вино, она на самом деле перестала быть интеллигенцией. Но нельзя же сказать, что совсем уж перестала… О, а Дугина интеллигент? Потому что интеллигенция же определяется… Ни родом геаж檢ности. Скорее сил да. Нет, но, как мы, скажем, интеллектуалы как Дугина… Нет, интеллектуалы… Сп장ите, что есть еще такая вещь, как интеллектуалы… Ну… Этого уж точно нету в стране. Сказал Игорь, а про себя подумал. Я про себя подумал, являюсь ли я интеллектуалом. И ответил себе, что нет. Нет, интеллектуал это тоже... Не проявление интеллекта, это определенная тоже социальная позиция. Вы что? Как интеллигенция? Русские сейчас вообще пустая форма. Это определенная позиция. Во Франции есть действительно среда интеллектуалов. Действительно, есть. Она замкнута, они друг на друга женятся, когда... А не является среда интеллектуалов во Франции тем же самым, что у нас интеллигенция? Нет, не является. Не является. По-другому это дело организовано. Действительно, вот такая среда интеллектуалов там существует. У нас такой среды интеллектуалов. Люди, занимающиеся умственным трудом в основном, как их назвать? Интеллигенция не подходит немножко, хотя мы их называем. Не подходит, не подходит. Но интеллектуалами они тоже не являются. Кто же это даст? Интеллектуалы в том смысле умные, да, в этом смысле они являются. А та интеллектуальная тусовка... Я могу объяснить даже, почему они не являются. Потому что интеллектуалы, они подразумевают французские, по крайней мере, общность контекста. Никакой общности контекста у нас нету. И друг другом они очень слабо интересуются. Ну вот это сотни-то великих философов в трех томах. Ну блин, ну это же ужас какой-то. Не, ну мы же вчера были в музее современного искусства, да? Да. Сколько там народу было? Ну это не показатель. Это, ну, задумывалось это как храм интеллигенции. Ну не интеллигенция, а вот такой культурной и научной жизни. Да, и интеллектуалов. Культурно-научной жизни такой, культурной, художественной. Ну да, никого нет там, да. Это никого нет. Ну а что вы хотите? В советское время пропагандировалось, что пролетария, так сказать, вершина мироздания. И как бы иметь пролетарские, ну там, во вторую очередь, крестьянские корни, так сказать, это просто шестик. Ну это пропагандировалось, да, но это было немножко не так. Но, тем не менее, и пролетариев-то не осталось, по большому счету. Ну, естественно, они где-то есть, но мы-то... Вот наши тогда социальные... Кто у нас тогда, значит, в России? Классовое, там, структуровщество, как оно выглядит? Интеллигентов нет? Интеллектуалов нет? Пролетариев нет? А кто же есть? Ну, давай, я могу, да. Ну, я могу нарисовать, что у нас есть. Где у нас, пожалуйста. Как вы знаете, барыги и эти самые, да? Не, бародеры. Ну вот, у нас две трубы таких идут. Газовая и нефтяная. Нефть, нефть. Угадал. Газ и жир, да, через «ы» пишется. Жир. А что за жир-то такое? Гир, газ и жир. Вот к творчеству известного художника я апеллирую. Это у нас поток вот этой самой, значит, этой вещи. Вторая, это, значит, поток. Это амортизационная рента. Да? Как над Женей нам постоянно говорит, что есть два потока. Второй поток и у нас идет амортизационная рента. При этом производства, как такового, практически оно отсутствует. Нет производства, нету и пролетариата. Нету пролетариата. То есть ясно, что, конечно, что здесь где-то трудятся рабочие на этой нефтяной вышке, но их мало, потому что вдруг его просвернил, а она сама идет. Не, не сама. Я могу сказать, что... Я условно говорю, но, по крайней мере, производство денег на душу вот этого самого рабочего нефтяного, но безумное. Их мало, по сути. Гораздо больше другого класса, потому что идет и нефтепровод, и нефтепровод надо охранять. Там здесь возникают всевозможные охранники. И они, этот класс, который сидит на этом, он по большому счету и обладает большими финансовыми возможностями и всем прочим. Какое... Что в жизни для охранника самое важное? Для охранника, например, всех искусств, самое важнейшее для него является бокс. По понятным причинам, да? Ну, бокс для него самый важный. Почему не борьба? Нет, дзюдо. Нет, некоторый дзюдо, да. Но это, понимаешь, что разницы особо не... Нет, ну, боец всегда завалит боксера. Ну, в большинстве случаев. Ну, это тонкости, потому что, я могу сказать, это бадминтон тоже так. Ну, важен спорт, допустим. И они формируют определенного рода культурный запрос на все это дело. У них там есть свои эти штуки. Так вот почему у нас развитие спорта и культуры, ты сказать, сейчас стоит на повестке дня. Вот. Это очень-очень важно. А, ГТО, да. ГТО, да. И очень-очень-очень важно. И точно так же, хотя у тебя работает поток вот этот амортизационной ренты, его осуществляет определенного рода буржуазии, которую, можно сказать, компрадорская. Она состоит в том, что она из старых советских запасов, электростанции и чего-либо еще, извлекает собственную плюплю. И складирует деньги она на Западе. И опять здесь тоже важен этот круг. Вот этих самых охранников. Вот эту трубу они точно так же охраняют. Между этими двумя группировками, группировками, которые в 30-е и 40-е годы, ой, 30-е и 40-е, почему, в 90-е и нулевые годы получили литерными месторождениями сырьевыми и над амортизационной ренты, и охранниками существует определенного рода противоречия социальные. Согласитесь, да? Между классом охранников, которые сидят, вот облепили эту трубу, они, между ними идет перетягивание канатов. Куда больше, кому больше достанется? Либо номинальным собственникам или люди, которые это дело охраняют, охраняют и свердят прям девочкой для себя в камаш. Вот. Такова вот эта, значит, общая структура. Сейчас к шатрии побеждают. Да, к шатрии побеждают. Ты еще не указал там государственный аппарат чиновников. Это ты сам. А еще целый слой анестезиологов, которые держат народ. Он амбиозит. Значит, у тебя существует, кроме того, у тебя, значит, они рождают определенного рода платежеспособный спрос. Это платежеспособный спрос, а обслуживает наша буржуазия такая мелкая. Рестораны, сетевые магазины, что-либо еще. Сферы услуги. Сервис. Сервис. Оно никакой особой властью не обладает. Здесь еще стоит важнейший социальный институт, просто как солнышко, самый важный, институт президентства России. Что делает институт президентства России? Он собирает деньги из этих двух источников, каждого из них дважды, да? И перераспределяет тому замечательному феномену, который называется российский народ. Ну вот это я не называю анестезиологией. Российский народ, вот он такой стоит, он, чем он там занимается? Непонятно, чем занимается. А чем мы занимаемся? Чем он занимается? Часть его работает в сервисе, вот этом самом, это дело обслуживает. Все остальное, и на ней придумали все возможные псевдоорганизации, в том числе государственные. Там куча налоговых инспекторов, там ФСО, еще чего-то, каких-то там напридумывано, только для того, чтобы народ каким-то образом занять. И вот он здесь каким-то образом, вот так он существует. Поэтому институт президентства для российского народа чрезвычайно важен. Он воспринимает, как его гаранты, как гаранты. Как продавца в аркоте. Это и же патерналистское общество. Да, патерналистское общество, потому что все отлично знают, что было как в 90-х годах. Будут, блин, вместо нефти с ее налогами качать эту скважинную жидкость, и вот сюда будет уходить совсем мало. Поэтому народ вот эту самую инстанцию, как гаранта вот этого самого вещи, он его всячески поддерживает. Но хочу заметить, что здесь пролетариата в таком смысле нет никакого. Есть только сервисная экономика вот здесь. Состоит которая из кряклов и всех остальных там прочих. Поэтому и интеллигенции здесь места нет. Нет места интеллигенции, ввиду отсутствия науки, ввиду отсутствия, ну, почти всего отсутствия. Вот она вот так вы расструктуруствовала. Не, ну как наука отсутствует, если у нас продается 12 электронных микроскопов в год? Ну? Куда они ведут-то? Ну, так а что, куда они идут? Идут куда-то? Вот тебе же говорят на военные эти цели. Цель просто нарушающая числа. Ну, а мы говорим только часть на военные. Ну, только часть. Ну, а что? Я думаю, больше. У тебя здесь что-то есть и что-то такое. Нет, конечно, есть. Есть, конечно, наука есть. Нет, нет. Есть интеллектуалы. Нет, интеллектуалов тоже нет. Ну, как нет? Я думаю, что нет достаточно. Нет, а что у вас за что не возьмись ничего нет? Нет, а у меня есть две трубы. Две трубы с амортизационной рентой и труба, ресурсная труба. И они обе заканчиваются в них там. У них пристается черная ароматная жидкость. А Бог-то есть, который обеспечил России таким богатством? Да. Что можно не иметь ничего, только трубу. Да, поэтому очень важно говорить о Боге. Почему здесь Бог тоже очень важен? Почему Он есть? Потому что когда вот здесь сидят вот эти наши охранники, и когда они строят шубохранилище на тысячу квадратных метров, там что-либо еще дарят своим любовницам, олимпийским чемпионкам, Бентли, просто так, и всякое прочее, возникает вопрос, а за что нам все это? Отсюда возникает вопрос, а за то, что мы избранные. И поэтому... За то, что мы есть. Да. Поэтому вот любое ресурсное государство, которое формирует эту элиту вот такого типа, вот ресурсное государство, оно всегда формирует одновременно и геологию мессианского типа. Нет, ну Ходорковского-то уже нету. Как нету? Нет, поэтому признал, потому что вот здесь нету. Нет, я имею в виду настоящую элиту, поэтому в Саудовской Аравии это ваххабизм, а у нас это православие в таких вот ее фундаментаристских разновидностях. Все это всякие мессианские. Поэтому в этой ситуации... Да, он где-то патриарх, он где находится? Патриарх... Нет, в охраннике, я бы его записал в охраннике. В охраннике, да. Вот вам здесь... Нет, у анестезиологи, может быть. Ну, я не знаю, как анестезиологи. Нет, просто ситуация народа, она его вполне устраивает. Во-первых, почему он совершенно справедливо предполагает народ, что если будет так называемый швобода, то ему с его умениями и всем проще вообще канты наступает. Потому что народ этот очень часто там... Доктора экономических наук, они не владеют, скажем, ну, просто в лице, ну, простыми, четырьмя этими... Действиями. Да, арифметическими. Для них это типично. Нет, арифметически. То есть, ну, когда лишив наркомана его... Дозы. Дозы, все. Наркоман, ломка и смерть. Лома никогда не кончится, все будет хорошо. Нет. Еще надо твердо понимать, что такое вот этот советский народ. Потому что он прошел Советский Союз и прошел 90-е годы. Да, устанавливается еще до сих пор. И он может сейчас его выживать на таком минимуме. Что даже лучше не рассказывать. Нет, ну сейчас чем? Почему-то пророчат, если экономический кризис, Путину конец. У меня на самом деле есть простое возражение. Если, ну сейчас, средняя зарплата по стране 20 тысяч. Вот я помню, 90-е это ожили, значит, макароны с подсолнечным маслом, муком и черным хлебом. А, чай и сахар. Одна тысяча рублей в день. Знаете, вы поговорите, по-моему, я там суббарец. Одна тысяча рублей в месяц всего лишь. То есть, для того, чтобы создать какие-либо проблемы для власти, надо падение доходов личных в 20 раз. Это насколько это реально? Да и кроме того, если там тома пшеницы сейчас стоит 9,5 тысяч. Ну вот, в принципе, можно полговорить. Вот хватит 9,5 тысяч на год одному человеку. Вполне. Но их подтверждают, что 400 килограмм. Заметьте, что как они кривти, и мы все-таки, наш народ, исходя из кривичей, которые мы тут говорим, тоже не уважаем. Да, мы его не уважаем. Я еще тоже хочу заметить. Вот это вот такое ощущение, оно на каждом шагу. Вот когда вот появился ЕГЭ, то есть... У нас народ паразит, получается. Не, не паразит. Буквально высказываете такие, что народ паразитирует на ренте и на трубе. Да, а почему так делают? Тут все очень просто. И, значит, Владимир Ильич Ленин, перед тем, как замутить дирюбу свою, разработал, не знаю, теорию революционного восстания. И начал он это делать с 5-го года, написав первую свою работу по этой теме, уроки московского восстания. Ну и там дальше, 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 и потом шалаши еще написал. Вот, то есть у него тогда была теория вооруженного восстания, адекватное его времени. То есть там, что-то захватить надо было. Вот, сейчас у, вон он, у солнца нашего, есть кнопка. Вот, ядерное оружие. Только что-то не вспоминает она. Так вот, до тех пор, пока не будет разработана теория вооруженного восстания, учитывающая наличие у высшей власти ядерного оружия, то есть способов его изъятия. Так-то, в принципе, ну, если... Да нет, я считаю, что пофиг, по большому счету. Есть у них, он Кэр, нет. Ну, нет, я не говорил, что... Он же не будет его вооружения. И аппарата гасили в виде армии... Московский кряклов, он же не будет его в это делать. Нет, безответственно, сейчас призывать к свержению высшей власти и вообще шатать режим. Не имея теории о изъятии ядерного оружия. Я думаю, что ядерная ледерная кромка... Просто по пути... Вот сейчас вот Путина... Нет, нет, ты просто... Мы потеряем и Путина, и ядерное оружие. Но ядерное оружие можем потерять, да. Потеряем, да. Вот, а на мой взгляд вообще, к чему стремились русские, вот, все 350 лет, начиная с Алексея Михайловича? К тому, чтобы обладать абсолютным оружием. Мы им покажем кусь кануманит. То есть вы не пугаете наших западных партнеров. Нет, а как только... К тому мы стремимся. Только к войне и к уничтожению всего мира. Нет, не поэтому. Как только началась модернизация... Почему, собственно, что модернизация? Что такое? В странах модерн, в странах ядра модерн, у них там и форма модерн, и содержание модерн. А мы вынуждены были, в силу наличия у них передового оружия, которое давало это содержание модерн, мы были вынуждены им противостоять. То есть у нас всегда и, может быть, и Петр, может быть, и Алексей Михайлович, а Сталин, безусловно, так и было. И Николаевская, и Россия, и Россия Александровна Второго. Это попытка угнаться за прогрессом военной техники. И, собственно, и в Советском Союзе, и вообще и в России. Что было только развито. Казенные заводы, производящие оружие. По-настоящему-то развитое. И мы всегда стремились к тому, чтобы догнать Запад во вооружение. И, наконец, при Сталине этого достигли. То есть задача советского периода русскими рассматривалась, по всей видимости. Ну, русскими, или русскими грегорами. Как способ заполучить ядерное оружие. И, что характерно, до РБГ, пока ядерного оружия не было, к коммунизму относились с уважением и с трепетом. А как только оно получилось, как только оно оказалось, то есть решена была задача. Посмотрите на Хрущева, да? Ну, и отношение к коммунизму уже там 70-80-е годы. Все идеологи его по-настоящему плану, по-настоящему плану. Да, потому что задача была решена. Вот и все. И сейчас мы обладаем, я считаю, вопрос обладания ядерным оружием сейчас ключевого для будущего. Вернее, не допущение его потери. Я когда считаю, что намечение ядерного оружия сейчас уже не является определяющим. Ядерное оружие, это же не самоцель. Целью являлась, не целью, а достижением является наличие технологий, знаний и умов производства, которые это оружие может делать. А само по себе оружие сейчас уже не является необходимостью. Ядерное оружие сейчас не является необходимым. Потому что ядерное оружие ничего сейчас не решит. Почему? Потому что ядерное оружие, это означает уничтожение человечества. Никто на это не пойдет. Ну, на Украине всего был бы ядерный оружие, почему бы не стал бы с ними связываться? Нет. Ядерное оружие, это символ того, что у нас есть технологии, знания, умения и потенциал создавать, кроме этого ядерного оружия, создавать еще что-то, что может влиять на все остальное. А ядерное оружие, ну, есть там. Нам нужны 2-3 ракеты, которые могут долететь. Все. Больше ничего не надо. Да, я должен сказать, ну, на крайнях. Больше ничего не нужно. Не, по мне так сейчас единственная ценность из всей машины, ну, там, дурменные печи, мартоновские, прокатные станы и прочее. Вот это все не нужно, а ядерная бомба нужна. Ядерной бомбы без прокатных станок не будет. Почему? Ну, есть. Ну, давайте, как бы, вернемся к интеллигенции. Ну, ладно. Ну, это-то понятно. Стали на политические капельницы. А вот по поводу интеллигенции, что ей места здесь нет, это да. Да, есть же у Перевина замечательная эта штука, что жил большой красный дракон, и была у него целая гвардия народа целовальщиков. Ну, целовальщики, которые его целовали во всякие разные места. А потом он потерпел поражение, и на место большого красного дракона пришла большая зеленая жаба. И выяснилось, что большой зеленой жабе не нужно столько целовальщиков. Ей нужно быть так называемые интеллектуалы. То есть специально обученные люди, которые могут словосовить эти штуки, делая миньет, при этом еще изящно улыбаясь кончиками губ. Вот. И вот те, которые нашли свое место в качестве вот этих самых... Это у нас вот средства массовой информации. Обслуживающих, обслуживающих большую зеленую жабу. Они называются интеллектуалами, а те, которые раньше целовали большого красного дракона, но места в новом мире, из них не нашлось, это интеллигенция. Аплодисменты. Ну, это лет 15 назад уже написано. Ну, вот как-то так. Ну, видите, здесь по интеллигенции ничего хорошего. Не, мы все равно с самоназванием так и не разобрались. С самоназвание-то есть. Да, на самоназвание есть. Вот в чем дело. Не, ну, с другой стороны, Балат, может, и прав. Это действительно некая руина. То есть она обладала определенной доблестью, определенного рода достоинства, на которой сейчас всякая убогая скотинка пытается на себя эту шкурку пустую брошенную нацепить. Быть может. Как вот сейчас эти генералы МЧСовские, или какие-либо еще ФСБшные, МДшные, становятся докторами, кандидатами психологических. Нет, в МЧС-то там вообще скандал. Там на 19 тысяч сотрудников, всего в МЧС-то 19 тысяч, 200 генералов. Да. Один генерал имеет 400 человек. Да, и 400... То есть это командир роты, в принципе, да? Роты 100 человек. А в МЧС-то 20 генералов. И 400 докторов наук в МЧС-то 20 генералов. В МЧС-то, да? Ну, наверное. Кстати, в данном контексте интересно, каким образом взаимодействие церкви и интеллигенции. Не выполняет ли сейчас роль церкви, церковь роль интеллигенции? Они просто... Ну, как патриарх Кирилл, он же не пришел на церемонию присоединения Крыма. Да. С точки зрения Пелевина, получается, что церковь у нас как раз те самые интеллектуалы. И интеллигенции просто сильно завидуют. Ну, Деджи Курейт себе что-то написал, да? Ну, что, ничего хорошего мне не написал. Написал, что у меня редкое сексуальное извращение. Я все время глажу и ласкаю самого себя. Так сижу перед камерой. Интеллигент, интеллигент. Присок издалека. Ну, вот я так сидел перед камерой. Вот меня... Вот это во мне отметил, что называется, и написал. Ну, ты состоишь переписки с видными интеллектуалами. Ну, да, гость, ты мне что-то написал, а я бы ничего не написал. Зря, может, завязал себе дьявол. Может, еще и львак завязал. Как у крестного отца, как это начинается дружба, что-то такое, как в какой-то момент там, фильмы есть эпизод, когда вот с этого начинается дружба. Два парфиози там, я бы точно не помню. Это американские видят реминесценции. Это не наши. Я думаю, что это станет залогом будущего. Ну, да, да, да. Это реминесценция американская. Ну, это так. Ну, я просто говорю... Нет, это вот как раз патриарх, это вот тот самый интеллектуал, который обслуживает большую звездную жабу и улыбается кончиками отца. Изящный. А, ну, теперь церковь эта позиция заняла. Да, она занимает эту позицию, конечно. А Ходорковский, это его обратная сторона. Нет, ну, Ходорковский, что, Ходорковский, есть Ходорковский, Ходорковский. Ну, он находится в эмиграции, является совестью русского народа в изгнании. А скоро сейчас как раз будет исполниться, как Ходорковский отъехал, да? Да. Это же вообще, вообще песня, вот та же Юлия Латынина. Она же, у ней мама известный литературный критик. Папа известный советский поэт. Да, ну. Да. А Геонид Латынин, да, известный. А, ну, советский поэт. Да, советский поэт. Она известная литературный критик. Профессия. То есть она по специальности девочка, то есть она относится к интеллигенции. Значит, кого она любит? Дудора, да. Она любит серийного, да, серийного убийцу Ходорковского, врага русского народа, Джохара Дудаева. Поэта, этого расчленителя, других поэтов, Ройзмана. Почему расчленитель? Потому что только что выяснилась такая вещь, значит, когда он стал мэром Екатеринбурга. Ему пришла бабушка, она была поэтом тоже, она решила, что поэт-поэту поможет, по большому счету. А вот он был помощник, он быстренько переписал ее, пользуясь ее квартиру на себя, а другому своему помощнику приказал ее врачиники. Ее врачиники раскидали в разных местах под Екатеринбургом. Это же поэтический акт. Это, конечно, поэтический акт. А вот что, хоть же Милев чего стоит. Да, и это же замечательно. Это же на перформанс был, нет? Да, это я не знаю, как был перформанс. Посмотрите, она выступает за отмену выборов в стране, ее любимый герой и экономист за пределами России, помимо Ходорковского на следующий момент, это генерал Пиночет и этот Ю, диктатор Сингапура, где политические партии запрещены, в случае чего бьют кого угодно палками по пяткам за малейшее правонарушение, где нет оппозиционной прессы, нет свободы слова и где женщины с недостаточным уровнем образования еще недавно подвергали химической кастрации, чтобы они не могли иметь детей. Вот. Это вот, это, вот, это ее как бы эталоны по большому счету. Но есть такая же версия интеллигентов, которые считают по таки кого-то людей, которые считают, что чем хуже, тем лучше. Ну нет, она не тем хуже, это для нее действительно идеал, это для нее действительно идеал. Такая же, да, и Баба Лера такая же была, это же вот, это же замечательность. Да, в возрасте еще. Валерия Новодворская. Валерия Новодворская такая же, точно такая же была. Не, они же всегда стоять против власти, чтобы власть не делала, всегда против. Ну, фиг его знает. Даже как бы иногда удивляйтесь. Нет, если бы к власти пришел любимый Ходорковский, то она была бы за БТЧ. Нет, я думаю, она бы и тут нашла, что сказать против. Ну, она сказать не мог шла, но так она была бы за. Ну, еще вот есть такая новая версия интеллигенции, которая должна быть всегда против власти. Интеллигент не может... Ну, вот это не к Латыниной. Это не к Латыниной. Эти, как их диссиденты, у них же самое главное быть против. Да, 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 потому что... Но диссиденты не согласны, да? Перевод дословный. Да. И это как бы очаровательно. И обратите внимание, не малейшие точки зрения вины перед собственным народом. Ну, вот, казалось бы, погибли сотни людей в грузинско-российском конфликте. Юлия Латынина являлась ее прямой вдохновительницей. Ну, она являлась. Да. Ну, почему? Потому что... Ну, со стороны Грузии. Да, со стороны Грузии. Она потому что очень дружила с Акашевили. Саакашвили ее читал и почитал. Она, как крупнейший аналитик, рассказывала, что все, что есть у России, это ржавые танки. Орудия, которые не стреляют. Да, стрелки осциллографа. И всякие прочие вещи. И грузинская армия легко победит Россию. Почему? Потому что грузинскую армию обучали лучшие натовские инструкторы. И когда пришло это дело проверить, выяснилось, что у Грузии нет армии. Грузии есть хор. Наоборот, у Грузии ржавые танки. И танки были не ржавые. Но у нее был хор. Не, но там тоже не все так просто. Там же наши сами сбили три самолета. Да. Ну вот это было. У нас, конечно, и обученные были недостаточно. Еще чего-то было. И большого количества дефектов. Но это, в крайней мере, вполне боеспособно. Назло много. Но если бы та же Латынина с самого начала пыталась, честно, объяснить Саакашвили хоть в своих статьях. Я уверен, войны бы не было. Он ей поверил, да? Конечно, он ее поверил. Он пользуется большой авторитетом Латынина. И он ей... Сейчас она один с ФСБ, значит. Не знаю, агента на ФСБ. Нет, сейчас уже все. Латынина растерял свой авторитет. Она стала... Нет, потому что Латынина... Ведь за последние пару лет радикально изменилась ситуация в обществе. И ту песенку, которую она исполняет, старую, с 90-х годов, когда она писала свои «Стального короля», «Охоту на изюбры», где воспевала вот тех самых чуваков, которые за копейки приватизировали. Приватизировали вот эти самые дровы, то есть металлогические предприятия, убивая при этом направо и налево своих конкурентов. Где она их романтизировала. И для нее они были... То, что подымет Россию с колен. Подняли они Россию с колен, нифига не подняли. Они даже с Венчилом не могут справиться. У Дерибаскова вогнал Россию, потому что она вынуждена была спасать такое количество долгов, что дальше никуда. Последняя минута прошла. Ну, вот так.